приветствую любители вязания на моем канале дачный креатив я елена и сегодня заключительная часть по вязанию квадратного мотива с рельефными элементами сегодня покажу вам заключительной части 8 и 9 ряды восьмой ряд восьмом ряду мы тоже будем вязать изнаночные рельефные столбики на этом уголке для начала нам нужно перейти на изнаночное вязание сейчас я покажу как это сделать у нас рабочая петля вышла из столбика с накидом прошлого ряда крючок мы заводим с изнанки обхватываем столбик и вытягиваем шнур и провязывая от нас получается первая воздушная петля и здесь нам нужно будет привязать 11 рельефных столбиков а 1 и последний столбики будут рельефные с одним накидом а в серединке 9 столбиков будут рельефными с двумя накидами и так это у нас 1 воздушная петля выбираем еще вторую и третью это у нас будет замена первого столбика с одним накидом рельефного делаем еще одну воздушную петлю арки нам нужно будет между столбиков провязать арочки за одной воздушной петли и второй столбик уже вяжем рельефный столбик с двумя накидами также заводим крючок с изнанки обхватываем столбик и провязываем столбик с двумя накидами и воздушную петлю арки и так вяжем серединке 9 изнаночных рельефных столбиков с двумя накидами 2 воздушная петля 2 накида оплатываем столбик воздушная петля 2 накида стараюсь показывать подробно не на 2 3 столбиков а на всем уголке чтобы те кто только учится вязать было все что тем кто учится вязать было все понятно забываем воздушные петли между столбиками арочки за 1 воздушной петли 2 накида оплатываем столбик крючком провязываем как обычно столбик с двумя накидами воздушные петли еще один столбик с двумя накидами воздушные петля и заключительный столбик вяжем рельефный столбик с одним накидом делаем 1 накид на крючок и провязываем изнаночный рельефный столбик заводя крючок с изнанки обхватывая столбик и здесь у нас на этом уголке должна получиться вот такой рельефный узор такой веерок из 11 столбиков рельефных и 10 воздушных петель между ними а здесь нужно привязать нам 5 соединительных петель за заднюю стеночку 3 3 4 5 затем пропустили и здесь пропустили и затем опять же на уголке также вяжем первый столбик с одним накидом рельефный хватаем крючком столбик провязываем начало накид потом рабочую петлю и воздушные петли арки затем два накида на крючке и вяжем 9 рельефных изнаночных столбиков с двумя накидами воздушная петля между столбиками и так вяжем получается что по краям у нас столбики с одним накидом в левом серединке с двумя петля здесь опять 5 соединительных петель за заднюю стенку так вяжем до конца в конце покажу еще раз заканчиваем восьмой ряд на уголочки на этом провязали мы одиннадцать рельефных столбиков первый и последний с одним накидом и 9 в середине столбики с двумя накидами и между ними арки из одной воздушной петли затем покажу сначала еще у меня есть остался один столбик рельефный с двумя накидами так вяжется вхватываем с изнанки столбик провязываем столбик с двумя накидами и воздушную петлю арки и заключительный столбик в этом уголке рельефный столбик с одним накидом так же делаем накид и провязываем рельефный столбик с одним накидом и так у нас получился здесь рельефный уголок и здесь уже мы провязываем 5 соединительных петель за заднюю стенку в прошлом ряду у нас было здесь семь соединительных петель первые и последние мы пропускаем и в серединке вяжем 5 соединительных петель за заднюю стенку раз два три четыре и еще одна пять и заканчиваем ряд в третью воздушную петлю первого столбика соединительной петлей мы провязали 8 рядов здесь получается уже двойной ряд рельефных столбиков в маленьком квадрате по уголкам в маленьком квадрате по уголкам и в большом уже квадрате по уголкам в левые столбики остался еще один ряд такой получается квадратик и заключительный девятый ряд девятый ряд вяжется соединительными петлями за заднюю стенку в каждую петлю нужно провязать соединительную петлю и здесь будет пике для начала у нас рабочая петля выходит над столбиком с накидом рельефным который мы вязали в прошлом ряду мы здесь делаем одну воздушную петлю подъема и в следующий столбик вяжем соединительную петлю за заднюю стенку и так вяжем весь этот уголок в петли, которые над столбиками и в воздушные петли между столбиками должно получиться здесь у нас двадцать одна соединительная петля если считать самой первой которую мы делали воздушную петлю подъема не советую здесь этот ряд вязать туго чтобы не стянулось у вас вязание конечно вы смотрите сами кто как привык вязать кто-то вяжет слабо кто-то туго соединительными петлями когда вяжется по кругу большое количество петель они могут немножечко стянуть вязание такой получается здесь тройный рубчик за счет того что мы вяжем за заднюю стенку за счет того что мы вяжем за заднюю стенку соединительными петлями потом пике пике вяжется одну петлю мы пропустим пике вяжется три петли и затем в третью петлю от крючка петля на крючке тоже считается вводим крючок и протягиваем шнур в петлю которая на крючке и затем пропуская один столбик одну петлю вяжем еще две соединительные петли сюда получается у нас здесь две соединительные петли пике пропускаем одну и еще две здесь вяжем также двадцать одну соединительную петлю здесь также пике две соединительные пике две соединительных пропускаем одну петлю вяжем до конца в конце покажу еще разочек и заканчиваем провязала я последний уголок соединительными петлями двадцать одну соединительную петлю и здесь мы вяжем две соединительные петли И здесь мы уже ничего не пропускаем. Вначале пропускаем только в серединке, когда вяжем пике. В пике набираем 3 воздушные петли. В третью петлю от крючка, с учетом петли, которые на крючке, провязываем пике. И пропускаем одну петлю прошлого ряда, и последующие две вяжем в соединительные петли. И заканчиваем ряд также соединительной петлей. В ту петлю, которую мы делали, первую воздушную петлю подъема. Такой у нас получился квадрат с релепными элементами. Аккуратное окончание вязания я показывала в мастер-классе Ковра экстраваганта в последнем ряду. Сейчас я просто шнур обрезать не буду. Вот у меня еще такой есть квадрат. Это я вязала в качестве образца. Это я вязала из шнура 3 мм. Без сердечника. Этот шнур у меня 5 мм с сердечником. Но шнуры выпускают разные производители. У этого производителя шнур потоньше, чем, например, я покупаю в FromTex. Там шнур потолще и поплотнее. И этот тянется посильнее, чем в FromTex. И поэтому, наверное, еще и поэтому у него очень большая разница в размере. Я покажу вам, что совсем небольшая разница. Этот я вязала пачком 5,5 мм. И сейчас померяю. Здесь получается размер 26 сантиметров. А по диагонали 30 сантиметров. А у квадрата и шнура 5 мм здесь получается 28 сантиметров. А здесь 34 и даже 35 сантиметров. Разница незначительная. Хотя все по-разному вяжут. Здесь крючок номер 8 у меня. А маленький из тонкого шнура я вязала. Еще раз напоминаю, крючком 5,5 мм. Такие получились квадратики. Из них можно вязать и коврики, можно покрывало из тонких ниток, можно наволочки, скатерти. Их можно вот так вот соединять. Сейчас я просто покажу, какой край получается. Я приготовила линейку, рулеткой покажу. Здесь получается ровный край. То есть они будут легко стыковаться, эти квадратные мотивы. Можно соединять там, где пике, и на уголках в нескольких местах мотивы. Можно соединять сразу, провязывая последний ряд. Можно отдельные ряды вязать. Здесь еще хорошо, когда вяжется последний ряд соединительными петлями, здесь удобно соединять мотивы. Уже после окончания вязания, собираем мотивы вот за этот рубчик, который третий рубчик, он получается как бы на изнаночной стороне и будет не видно на лицевой стороне, как цеплялись петельки, как соединялся один мотив с другим. Может быть, я потом, когда наряжу уже много образцов, покажу вам, как можно соединять. На этом заканчиваем. Не забывайте подписываться на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем приятного вязания, удачи, пока!